И буквально утром сегодня читаю в новостях, что в продуктах, в сосисках каких-то известных производителей обнаружен мясной клей. Сейчас я прочитаю, что это такое. Ну и Роспотребнадзор начал там активно это все, видимо, изымать, как-то предъявлять. И опять, мясной клей это трансглютаминаза. По мнению врача-диетолога, терапевта, кандидата медицинских наук Татьяны Солнцевой, избыточное потребление трансглютаминазы может привести к развитию непереносимости глютена. Вот как раз антиглютинин, да, вот это вот вся эта ерунда. Да, и может быть поэтому у нас сейчас многие, так много людей не могут есть продукты с содержанием глютена. Ведь, видимо, этот мясной клей использовался, не только начал сейчас использоваться, видимо, давно. А самая любимая детская еда это что? Софирки, как всегда. Вот с детства, видимо, уже какие-то процессы могут нарушаться. Также некоторые данные говорят о том, что фермент может увеличивать риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и аутоиммунных заболеваний кожи. Чтобы минимизировать вероятность потребления добавки, рекомендуется сократить в рационе наличие переработанных мясных продуктов, таких как колбасы, статистки, творог и йогурты. В йогурты и творожки мясной клей добавляют, чтобы нарастить объем и сделать их более густыми. Искусственный фермент дешевле натуральных заквасок, к тому же он улучшает при сквашивании даже не самое качественное молоко. У нас в России действие этого мясного клея не доказана его безопасность. То есть не доказана опасность, но и не доказана безопасность. Поэтому он является запрещенным и использует при производстве сосисок, сыров и творога. Так что он увеличивает массу примерно на треть за счет удержания влаги. Кроме того, фермент в 10 раз сокращает цикл изготовления продуктов и снижает их себестоимость. Тем не менее, серьезно пострадать от употребления такой продукции нельзя, отмечает технолог пищевых производств, доктор технических наук. Ну и в общем, суть-то в том, кто любит сосиски, кто любит сыры, творог, творог. Пожалуйста, будьте к этому внимательны. Мы сейчас с вами посмотрим наличие у нас в организме, насколько вообще присутствует трансглютаминаза, мясной клей. Можно диагностировать как мясной клей, подразумевая, что вот эта трансглютаминаза там находится, что под этим термином подразумевается именно она. И, конечно, вот знаете, есть чем, например, тот же МакДак берет. Он добавляет в свои продукты глютамат натрия, который является усилителем вкуса, и мы на него подсаживаемся. И он тоже, ну не то чтобы, конечно, как наркотик, нет. Он действует тоже как, ну создаёт такую зависимость, что кажется там настолько вкусно, что просто невероятно. Я даже в своё время сама добавляла, я тогда ещё не знала о том, что это не очень-то полезно. Глютамат натрия, ну там то, что готовила еду, особенно когда период поста был, еда, кажется, вначале же такая невкусная, постная, без мяса, какой-то суп сваришь, он какой-то пустой. И вот я тоже добавляла туда глютамат натрия, такая, порошок такой похожий просто на соль, только кристаллики такие немножко другие. И, конечно, это всё было очень вкусно получалось, еда какая-то становилась вкуснее. Ну, и, кстати, по-моему, вот в эти все дошираки это тоже добавляется. И люди, как зомби, это всё едят, и всё это кажется таким вкусным, хотя очевидно же, что это невкусно. И мы, когда на это подсаживаемся, уже, вот, видимо, этот элемент начинает работать. Вот возможно, что эта трансвитаминаза тоже имеет какой-то такой эффект, потому что когда не ешь этой колбасы, сосисок, вот этого чего-то, его и не хочется. А когда начинаешь, вот, как-то периодически это есть, втягиваешься, и потом прям какое-то желание такое, ну, не здоровое к этим продуктам. Ну, и вот также то, что касается сыров, творожков. Творожки, я так понимаю, здесь речь идёт о мягких творожках, каких-то вот этих продуктах, которые мы чаще всего покупаем детям. Поэтому лучше купить нормальный творог, если где-то у кого-то есть возможность купить фермерские продукты, и чтобы он стал более не такой зернистый. У всех есть сейчас блендер, с блендером это всё измельчить, и добавить, может быть, туда какие-то там ягодки, ещё там что-то. Вот этот творожок. Ну, лениво же, а потом дети сами, если мы детям покупаем, хотят это. И проще же купить готовые дать. Ну, то есть опять наша вот эта вот лень, неуважение к себе, к своему телу. Вот, давайте посмотрим, почистим, как очаги загрязнения, вот эту транспорт глютаминазу. И я смотрю в нашей группе её присутствие. Да, минус 60. То есть в наличии она есть, и значит её надо тоже чистить. Вы можете в свои диаграммы добавить её в какой-то сектор. Я думаю, что лучше добавить её в сектор с бактериями, потому что это как раз относится к бактериям, вот этот транспорт глютаминаза. Ну, правильно, вот эти бактерии, которые процессы эти запускают, бродят там, что-то процесс происходит, за счёт чего увеличивает массу. Вот, поэтому добавьте её, так как мы эти продукты, ну, защитить себя не сможем от них, вообще этого не есть. И просто время от времени это чистить, так же, как трансжиры, там какие-то сахара, скрытые сахара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!